Подать заявку на участие в конкурсе ребята не успели. Но их это не остановило. Работать руками ученикам 14-й школы не в новинку. Кабинет технологии здесь представляет собой настоящую выставку уникальных изделий. Копия пахтерца Ивана Грозного. Это кольчуга, сделанная из стальных колечек полностью на ребенка. Весит на 12 килограмм. Делали наши ребятки, выпускники. 200-300 лет назад кузнец сделал это изделие в течение года. И она ценилась на вес золота. Юные умельцы свой кабинет сами оборудовали. И дальше решили взяться за благотворительную стройку. Просто умеем руками работать. Занимаемся здесь металлом. Обрабатываем металл. Бываем даже работаем по дереву. Собака друг человека и помогаем как можем. Ну думаю поможем с собакам там в приюте. Отлично получилось. Насколько это важно в жизни уметь работать именно руками? Ну если сказать, то оно везде пригодится. Это конечно важно. Без этого никуда. Дизайном особо не озадачивались. Работа все же вне конкурса. А вот над строительством потрудились. Положили брусья. На брусья мы положили доски. На доски мы положили резину, чтобы не попадало влаги, чтобы зимой было собаке тепло. И на резину положили мы фанеру. После пола мы начали сделать стенки. Стенки у нас двойные. Утеплены они пенопластом. Вся школа поддержала начинание своих воспитанников. Родители и дети собрали корма для хвостатых. А после ребята доставили новый дом вместе с гостинцами в собачий приют. Полностью от начала до конца они все сделали своими руками. Делали долго. Четыре дня делали. Ну полностью сами сделали ее. Интересно, а много у ребят вообще? Конечно. Вот сейчас у нас будет новый конкурс скворечники делать. Надо лично помогать. Так что все равно ребятки должны любить природу вживую. Скворечники и станут темой третьего сезона проекта «Дом для друга». Ведь весной и пернатым друзьям нужна наша поддержка. Ну а дети уже готовы взяться за доброе строительство снова. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время.